Приветствую дорогие друзья! Могу поспорить, что вы с удовольствием на выходных пересмотрите любимые индийские фильмы, которые подарили нам столько замечательных моментов. Уверен, что вы все еще помните легендарных Химу Малини, Тхер Мендра, Митхуна Чакраборти, Амитапха, Мачана и многих других. То, что происходило на экране, без сомнений завораживает, однако не менее интересно то, как же происходит процесс съемок в Болливуде. Частенько то, что остается за кадром, гораздо интереснее. Оказывается, что сниматься в индийских фильмах одновременно легко и трудно. Стать актером в Индии, если ты европеец, довольно просто. Агенты подходят с предложением сняться в массовке даже к туристам. Многие, конечно же, соглашаются, поскольку такая возможность выпадает не каждый день. Тем не менее, девушкам, которые собрались покорять Болливуд, стоит принять к сведению, что индусы предпочитают стройных блондинок. Родинки на лице тут считаются неудачной деталью. Высокий рост ненужными сантиметрами, а кучерявость вообще дефектом. С мужчинами дела обстоят немного иначе. Тут с распростертыми руками примут любого белого мужчину, лишь бы он согласился сниматься. Конечно, и тут не обошлось без некоторых условий. На съемочную площадку не допустят парней с дредами, татуировками и длинными бородами. Искусство может настичь тебя прямо на улице. Обычно, если ты видишь толпу людей в компании коров и автомобилей, это либо авария, либо съемки. Актеры и камеры собирают вокруг себя зевак. Поначалу людей немного, сотни, две. Через несколько часов они приносят стульчики, воду, зовут родственников. К окончанию съемочного дня зрители выпрашивают еду и учат режиссера, как же нужно правильно работать. Съемки бывают разных видов. Дневные и ночные, обыкновенные, танцевальные и танцевально-ночные. Ночью ставка выше. За танцы в купальнике дают больше, чем за танцы в одежде. Смена довольно долгая, 12 часов. Впрочем, из них рабочих около трех. Остальное время индийцы отдыхают, занимаются приготовлениями и ругаются между собой. Работа не начнется, пока все не позавтракают. Утром актерам и работникам кино предлагают традиционный индийский чай на молоке, свежие булочки с джемом или несколькими острыми соусами на выбор. Также есть досу, тонкие хрустящие блинчики и идли, паровые лепешки из рисовой муки. Индия известна на весь мир Болливудом, однако тут есть еще несколько десятков крупных студий регионального масштаба. Толливуд в фильме на языке телегу. Колливуд на тамильском. Молливуд на языке мальяли. Забавно, но актеры массовки во время съемок не знают, в каком кино они снимаются. Тайно раскрываются только с релизом фильма. Также никто не даст информации о бюджете картины, поэтому людей могут легко поселить как в пятизвездочном отеле, так и предоставить матрас в школьном спортзале. Порой попадаются высокобюджетные проекты, за которые даже массовка получает солидные деньги. Одна из актрис вспоминает, что для фильма она с подругами три дня побывала в роли болельщицы, затем несколько дней была спортсменкой, а под конец съемок в солидном костюме просиживала в зале суда. Печальнее всего то, что ни одна из сцен не попала в финальную версию ленты. Рабочая неделя у индийского актера массовки составляет пять дней. Выдержать то, что творится на площадке каждый день по 12 часов – это настоящее испытание. Типичный день – это когда в одном углу молятся, в другом занимаются йогой, в костюмерке дерутся, а у входа бастуют. Как бы там ни было, но съемка в индийском кино сродни настоящему путешествию. Именно тут обычный турист погружается с головой в местную культуру и узнает мельчайшие подробности жизни индийцев. А самое главное – в индийских фильмах добро всегда побеждает зло. Только тут в конце фильма полицейские обязательно ловят бандитов, предателей настигают заслуженное наказание, а злобный брат-близнец на коленях просит прощения у родственника. И в конце зрители женского пола заливаются слезами, слезами радости.